Я тут, на самом деле, случайно, ну, в смысле, по пути тут была конференция по ВКонф, кто на ней был, помашите огонь? Она же плакает, она пыталась в следующей части. А, окей, все, в Москве кризис, что-то. В Москве кризис, сори, сори. Я могу запустить слайд-шоу из ВКонф. А, запускай, если есть что. Я хотя бы узнаю, что там было в Твиттере. Интересный сайт, который вводишь в поиск Google Images, и он делает тебе это слайд-шоу. Тип, так и начальник. А, ну пошли. Короче, я слушал невнимательно, но в телефон я записывал все, что я вообще… Все слова, которые были мне незнакомы. Так что тут будет очень много странных слов, которые вам могут что-то… Быть полезными, могут быть неполезными. По оптимизации. Есть такая штука в файловой системе. Возглас обычно пишется все в файлике на файловой системе. И вот в зависимости от того, что вы делаете с вашей файловой системой, могут происходить разные вещи. Там порекомендовали открывать, отключать, ну а так. Я думаю, у всех, у кого, кому нужно, он отключен. У нас как раз тот самый юскейс, когда у нас много данных. Рассказали про такую чудесную опцию, как varia.1.0, отключать какой-то реоптимизации, которая теряет какую-то безопасность данных. Если тебе не надо часто писать, то можно смело ее выкидывать в правду. Да. Если надо, то надо 30 раз подумать. Ну, скажем так, у нас... Есть еще такая тема с тем, что в осми обычно можно переимпортировать базу, в отличие от всех остальных баз данных. Поэтому, в принципе, потерять базу, если у тебя есть два CIGа, и между которыми ты можешь переключиться, это как бы не очень страшно. Вот получить там плюс 30% производительности обычно интересно. На денек быстрее отлично. Комит-лог можно с лог переключить, положить в раму диска. И уверялись, что восстановление вообще никак не повлияет. Были ребята из... Что? Да, потому что не будет восстановление. Нет, смотри, у нас есть комит-лог, и есть white-ahead-лог. Комит-лог, он просто говорит о том, какие танзакции сейчас активны, где работают. А white-ahead-лог говорит, что еще не записывали. White-ahead-лог нужно куда-нибудь резистент охранить. А комит-лог, он, в принципе, восстанавливается по white-ahead-логу просто чуть медленнее. Ребята уверяли так. Правда или неправда, я еще не проверял. Рассказали про утилитку под названием pg-test-f-sync, который умеет сказать, все ли хорошо с сервером и с ним не все хорошо. У ядра есть опция vm-dirty-bytes, которая рассказывает, как часто нужно вообще сбрасывать на диск все, что накопилось в памяти. Обычно она задается в каких-то процентах, но есть она конкретно в байтах. Если выставить именно в байтах под тот размер, который есть в диске, вы знаете, посмотрите, на мартёвах 64 мегабайта. Ставьте 64 мегабайта, именно такими блоками он будет скидываться. За счет того, что он будет скидываться в буфер быстро, он будет быстрее. Когда у вас есть хранимые процедуры, у кого-нибудь есть хранимые процедуры? О, отлично. Когда у вас есть много разных хранимых процедур, вам нужно их как-то дрессионировать. Ребята предлагали решение создавать разных search пасс, в котором собирать разные версии. То есть в базе закончено несколько хранимок, а они, в принципе, новинспейсами являются, какая именно сейчас активна, какая сейчас скучная и выключена. Так, это был первый. Можно одно спросить? Да. Насколько сказал привести заметки на тебе? Я тебе скажу. Обычно я вот прихожу на конференцию, я записываю 2, 3, 4 заметки. Тут у меня штук 20. То есть, на самом деле, обычно не задалбывает, но в этой конференции было как-то слишком много полезных ключиков, которые можно было крутить, которые что-то умеют. Рассказали про библиотечку Мэдли. Я еще не гуглил, что за она. Она, говорят, имеет Data Science Аналитику просто сама по себе. То есть вы говорите, вот у меня есть данные, сделай с ними что-нибудь. Что-нибудь делай. А с ними что-нибудь делай, да. Я говорю, что ты сделала. Да, и говоришь, что сделала. Были ребята из CytosDB, которые рассказывали про свое решение по масштабированию, как оно, собственно, работает и что оно делает. Это, собственно, подгресс, подгресс с экстеншеном, который умеет парасить запрос и переписывать его в несколько разных запросов, которые уходят на другие настоящие подгрессы. Ну и, соответственно, вы говорите, что вам нужно поагрегировать что-то по каким-то данным за месяц. У вас там 30 серверов, в каждом из которых лежит данные по дню, ну, шардированный по дню. То есть, ну, их может быть, на самом деле, меньше, просто табличек будет больше. У них будут перемешаны эти сервера. И он просто переписывает этот запрос в то, что в один сервер уходит статин диапазона, в второй сервер статин диапазона, в третий статин, в четвертый статин. Там он как-то объедет, скопывает, вытастывает наверх. Всякие запросы типа count, sum, ну, иногда нужны там count, length, sum, length, еще что-нибудь такое. Они умеют очень нехило оптимизировать. Там показывали, на всяких JSON-гей считали вхождение ключей, на обычном подгрессе там занимали запросы по 3 минуты, там, на кластере с обманом из 80 машинок это батлло за 1 из 7. Ну, если кому-то так будет актуально, очень быстро считать какую-то аналитику. И чем он приколен? Тем, что он умеет цеплять амазоновские ADS как ноды. То есть нужно совершенно что-то посчитать, подняли ноды в Амазоне, подключали их туда, быстро посчитали, погасили ноды. В общем-то, это все, что было там интересно из того, что не пытались подать какие-то решения. Что бы порезать для ОСКа там было? Тебе повторить? В общем-то, если ты заметил, там на самом деле у нас блок ОСК. Вот эта штука с подключением код в АС, ее можно использовать для этого полета? Скажем так, я еще не пробовал, но судя по тому, что они заедают, может. Ну, то есть, по-хорошему, она должна отъезжаться и должна хорошо шаркаться. Как это будет на самом деле, непонятно. Серьезно, при загрузке ОСК там получается с один из самых длинных процессов, это, собственно, parsing-down. Там на самом деле не parsing-down, там на самом деле реконструкция. А, реконструкция. То есть самая большая проблема, это то, что у тебя есть, например, в V, в V есть там 100 ссылок на разные ноды, а эти ноды лежат вот здесь, вот в таком вот буфере. В связи к тому, что это же получается функция, которая не на посредство, но с науэкспресса там сейчас платят все. Ну, смотри, там есть ключики же, которые позволяют на СМД в V SQL сказать, что сделай это, ну, вот есть слив, есть в лайт-ноды. Ты можешь вкладывать это во в лайт-ноды, а ты можешь взять старый слив и его расправить. Вот, как он... А, ну да, вставим. То есть есть несколько подходов и разные подходы можно попал вводить. Кстати, а что-нибудь про распределенное выполнение заказов? Ну, вот я говорил, C2SDB, они его, собственно, так и выполняют. Ну, это агрегация. Ну, смотри, как идут. А если у меня, например, из таких безумных задач в серии, посчитать фишнет на весь мир с шагом пять лет. Так, это же ноутбук, да? Он же работает, он имеет... Я. Разлучно. Кто читал Чейншлот 9.5? Я читал. Все, давайте почитаем его вслух. Это будет очень днем. Очень. Вот, поспись 9.5. Его в посписи 9.5? Ouch. У нее, на самом деле, можно читать весь Чейншлот, а можно читать просто оглавление. Ну, собственно, что они научились? Они его научили сделать, ну, портфолиум схемам. Ты можешь сказать, вот у меня есть один сервак, есть рядышком второй сервак, и говоришь, что вот там есть схема такая-то, я хочу с вот этой машиной иметь к ней доступ к такому. А, то есть, кросс? Да, то есть, у тебя есть одна машина, на ней лежит... Конечно, зря. Вторая не обязательно конкурс. Ну, скажем, да, вторая не обязательно конкурс. То есть, если у тебя есть онкл какой-нибудь, с которым лежит что-нибудь странное, что вот туда положили, и ты не можешь вот оттуда вытащить онкл, потому что все люди уже... Их нету давно. То вот ты можешь просто взять вот рядышком... Форен вообще, то есть... Форен, да. То есть, это может быть все, что угодно. Форен дата ваппера есть, ну, на MySQL, на Mongo есть, вроде как обещали на Redis, вроде как есть... Ну, на POS есть. Хорошо. Что? Кассандра есть еще на что-то. Короче, есть битоновская условная SDK, в которой ты можешь написать, типа, вот такие запросы выполнять так. Ты там, вот, дефайнишь, сколько это функций, после этого ты можешь... Есть FDV для Twitter. Ты можешь делать селекты в Twitter. Вот. А Twitter за это не забанят? Ну, а это уже другой вопрос. То есть, ты можешь делать селекты в Twitter. Забанят ли... Ну, неок... Можешь, аккаунт? Вот. Вторая штука, которая там есть, это role-level security. Можно просто там включить enable role-level security, он включит и сказать, что вот в этом поле у меня лежит юзер, которому можно или которому нельзя, и вот можно или нельзя будет проверяться прям в момент доступа. для всяких людей, у которых что-то важно в security, это важно. Ну, то есть, у тебя есть табличка, у тебя есть там пять человек, каждому из них можно... этому можно видеть это, этому можно видеть это, этому можно видеть это, и у них каунт по таблице будет обоспорудов. Ну, просто пропустят все строчки, которые нельзя видеть. а руту будут видны все. А если человек, которому можно все, скажет insert from select ну, другую табличку. Ну, скажем так, человек, мы считаем, что как бы это настроено нормально, что человек, которому можно все, он все-таки... Ну, если чувак получил вот она сяберя, то есть, не очень много... права доступа не переносится с данными. Там не полноценная мандатность. Права доступа не переносится. Плава доступа ничего на колонку. Кому? Мандатка точно так же. Что? Мандатка точно так же. Вопрос в том, как она присваивается. Момент создания или момент изменения или какой момент. Ну, подобное, ты можешь почитать чем более. прикольная штука, которую запилили, брин-индексы. Блок-аренж-индексы. есть GIST, есть B3, есть еще что-то, когда у вас там пишется log в postgres, еще что-нибудь в этом плане, можно создать там по таймстампу колонку, он скажет вот в этом блоке минимальное значение такое, там максимальное значение такое. Индексы получаются, весят там на деговые таблички килобайты, когда нужно пропустить очень много всего, там типа мне нужно за последний день. Они очень быстро подгśnieная ситуация, за последний день здесь, ни строя никакого building, очень быстро обновляются, очень быстро... чтобы собирать PLUS TA... там есть наследование таблиц, ты знаешь сказать, что вот эта табличка составлена из этой таблички, этой таблички, этой таблички, другой таблички, таблички из которых составлены, могут быть в поле табличками, они могут лежать не до других СРА. В основном, ты можешь собрать какую-нибудь табличку, типа, у меня есть табличка из вот этой локальной таблички, вот этой таблички Word, и вот этой таблички мускуля вот там. И у тебя, я не знаю, зачем это может понадобиться, но в каких-нибудь legacy-системах это вот запросто может оказаться, что у тебя там есть кто-нибудь, кто куда-то что-то пишет, и вот только так у них есть доступ, и все. Как-то раз я на HighLow не слушал доклада человека, который предлагал вообще со всеми системами взаимодействовать только через Word, и на HighLow систему через Word, и во всех хранилищах через Word, и через Word. Такое, конечно, возможно. Да, такое возможно, это, ну, имеет ли это смысл, нужно смотреть под конкретную задачу, то есть нужна ли вам там транзакционность? Ну, конечно, нужна, но иногда, может быть, от нее придется отказаться. Группинг-сет кубы R-лапы, там, кто писал группай, по машине Лапы, кто писал группай? Все, все, я понял, где сидят люди, которые писали на конгресс. Здесь просто тебя лучше слышно, наверное. Хорошо, сейчас надо, кто писал группай здесь? О, здесь тоже такие есть, так что все хорошо. Там, собственно, когда нужно посчитать какую-нибудь статистику, можно, наверное, открыть. Там, наверное, будет нагляднее. Ну, типа, я хочу сгруппировать это по департаменту, по роли, по полу, почему получится. И вот, типа, по департаменту финансы столько-то, IT столько-то, сейл столько-то, по полу столько-то, по роли вот такие получились суммы. И это, в общем-то, суммы, сегрегированные отдельно по разным колонкам, сделанные за один поход, за один запрос. Когда нужно посчитать, условно, там, типа, сколько у нас есть тегов таких, то сколько есть тегов таких, и вот в каких комбинациях они что-то умеют, ну, это может быть полезно. То есть, в куб, когда, ну, вот, представляете, вот кубик, да, то есть там вот сколько этих, сколько этих, и сколько этих всего, и сколько этих всего, ну, и того, полоночки. Да, вот, оно добавляет полоночки и того. Ну, просто стоочек, по сути. Где тут home? Ой, тут еще. JSON-B. Кто знает, что такое JSON-B? Отлично. Кто пытался пользоваться JSON-B вместо Hashtore? В общем... А зачем? Ну, скажем так. Хотим, нет, кстати. Если ты вспомнишь историю Hashtore, писали, в общем-то, Hashtore те же самые виды, что писали JSON-B. В какой-то момент Hashtore, ну, Hashtore это k-value хранилище в кодексе, когда ты можешь сделать одну колонку, в которой лежит k-value, ну, по сути, хэш. В какой-то момент они захотели вкладывать один в другой, придумали для этого синтаксис, придумали для этого extension, он лежит где-то на хранилище, а потом мы сказали, ну, ребят, вы изобили JSON. Да? Сказали, окей, ну, давайте просто сделаем то же самое, но мы назовем это JSON. Ну, так получилось, что перед этим в подвиге законителей обычный JSON, который текст, по сути, они поэтому сделали бинарный JSON, как JSON-B. Но при имплементации потеряли несколько функций, которыми, собственно, можно было с ним что-то делать. То есть, да, ну, дело в том, что, когда люди пишут свое приложение, они обычно не задумываются, они как бы вот вытащили что-то, каким-то ORM, вот у них есть этот object, они его поменяли у себя где-то в коде и ORM записали. Им JSON-B отлично подходит. А когда вдруг оказывается, что нужно это сделать в базе, типа, а запихать в эти JSON-B вот такое поле. Ну, про это забыли, там, народ городил костыли на тпл-питоне, когда там, давайте это сериализуем, сериализуем, в питон вытащим, в питоне поправим, сериализуем и обратно полом. Но оно как-то работало, но сделали нативно. Нативно хорошо. Оно хорошо теперь JSON-B? В смысле, ну, теперь ты можешь полноценно его использовать как замену хостера. Вот, причем ты можешь кастить хостер в JSON-B и хостер. Ну, то есть, обычный JSON можно использовать как замену хостера? Ну, скажем так. Можно, конечно. Можно, но не стоит, да? То есть, в чем разница между JSON-B и JSON-B? То есть, на самом деле, все зависит от задачи. Все зависит от количества... Все зависит от задачи. Зависит от задачи. То есть, если тебе нужно просто положить, а потом достать... Ватчат. Что? Да, ватчат можно. Ну, да. Когда ты используешь JSON как ватчат... Ватчат, ватчат, если лучше, то есть текст. Текст, да. Вот. Ты можешь, в принципе, сложить туда... В... Ну, по сути... По сути, JSON- это вот текст с констрейтом. Проверять, что скобочки сходятся, там, кодировки подошли, у нас действительно валидный JSON. То есть, вот это там нет? Нет. Все театры там есть. Они, как бы, тоже... Ну, а суть в чем? Они сериализуют, что-то делают, сериализуют. Когда тебе вдруг надо... Поэтому индексы ставить какие-нибудь. Проверять быстровхождение ключей. Еще что-нибудь с этим делать. Ну, постпоминантном хранении что-то больше делать. Ну, там, сразу есть все ключи. Вначале вынесли. И сразу можно быстро проверить, есть там этот ключ или нет этого ключа. А не пасить, тут... Мегабайки иногда трессонов. Чтобы смотреть, что там как. И... И опять появился общер. Replace.int. Update. Merge.blog.ly. Там, вот, все вот эти вот странные вещи, которые во всех базах работают и не работают. Postgres. Посмотрел на это все и сделал... Кто пользовался общер? О, в Vonge. В Vonge, в Vonge есть, да все. Наелись. Вот, теперь есть в vongres. Причем, он там сделан прикольно. То есть, он сделан как insert, а он конфликт, do, и дальше вы говорите, что нужно делать, когда вдруг у вас не получил за insert. причем можно там сразу 10 строчек, 100 строчек, сколько вам нужно заинсертить, они вставляются, если все хорошо, если там 3 из них не получилось вставить, они уходят в склоз, который вам конфликт, и говорят вам, что вот у меня есть старая строка, вот у меня есть новая строка, ну по сути вот 2 таблички, с которых вы пишете след, и вы говорите, как их собрать вместе. С предыдущей строки и текущего значения. Тогда вам нужно счетчик оконить, вы там говорите, что плюс один сделать. Кому нужно, кому еще что-нибудь. Ну PG Rewind позволяет, в общем, когда у вас есть какой-нибудь пластер, и вам только казалось, что реплика улетела вперед, потому что ее нечаянно стало мастером, потому что у вас дох основной мастер, ну да, он теперь нужно вернуть назад, и вот у вас есть два очень похожих сервера, но на нее чуть-чуть отличаются по валлогам, вот валлог можно отыграть назад, отмотать и сказать, вот эта база на 500 гигабайт, вот два последних интерта, отмотай назад, и это будет вот такая же база, которая была назад, и она хорошо примет, по сути, интеллекты для того, чтобы починить баллогам пластера, если у вас есть пластера. Всякое другое. Вот нам, наверное, самое интересное, это GIST-индекс-онли-сканы. Индекс-онли-сканы в прогрессе позволяют вам, вот если вы делаете вопрос по значениям, и индекс гарантирует, что все удаленные строки были удалены из индекса в том числе, он просто не будет лезть даже в саму таблицу, он скажет, что вот у меня есть в этой таблице, в этом индексе такие-то значения, я знаю, что у меня там есть 2, 3, 4 где-то в таблице, мне нужно вернуть эти самые значения, вот эти 2, 3, 4 он вернет. У нас есть GIST-ы по геометрии, если вам когда-нибудь понадобится bounding-боксы вытаскивать от фич, их можно, по идее, индекс-онли вытаскивать, не заходя. Индекс-ки сравнения по индекс-онли можно сделать? Ну, смотри, они сами по себе делают, когда тебе нужно... Эта штука работает на select что-то, form что-то, where и условия. Where условия индексами ускорялись всегда и хорошо, и они для этого делались. Индекс-сканы позволяют тебе вытащить из индекса select что-то. То есть вот эта часть, она как бы не поломалась, все с ней хорошо. В смысле она не ускорилась? Что? Она не ускорилась. Не поломалась? Не замедлилась. И не замедлилась, да. Что еще там интересно? Тампл-сэмпл. Когда нужно посмотреть, что лежит в таблице, можно, там кто-то пишет select что-то там, limit 10. Limit 10 иногда вытаскивает каких-нибудь 10 самых старых записей, которые не полные, в которых ничего нету, пустые, еще что-нибудь. Table sample? Он просто пройдется по всей таблице. Ну, в смысле, по всем блокам. Скажите, там 10% не надо. Он вот отсюда возьмет, отсюда возьмет, отсюда возьмет пару, отсюда возьмет, и, в общем-то, равномерно по всей таблице размажет каких-то данных. Очень ускорили сортировку по текстовых полей. То есть, если вам вдруг нужно вытащить, у вас есть первичные ключи по тексту, что зачастую встречается волосами, когда там N такая-то, V такая-то, R такая-то, еще что-нибудь, они в сортировке в этих значениях стали быстрее. Ну, остальное можно дочитать. Commit-Time-Stamp Tracking. Ну, Commit-Time-Stamp Tracking. Подсвязь, собственно, как-либо работают транзакции? У них есть exit транзакции, с которой начинает быть видно, видна эта строка, и до которой она видна. Соответственно, это момент, когда она была заинчерчена, это момент, когда она была удалена. И вот, чтобы понять, когда вот этот exit произошел и когда этот exit произошел, подсвязь теперь умеет писать отдельную табличку, где у нее написано, что exit такой-то, это в такое-то время, exit такой-то, это в такое-то время. И теперь вы, по сути, за бесплатно получаете возможность для недавних значений, потому что он потом exit склопывает, оптимизирует. Посмотрите, в какой-то timestamp была заинчерчена эта строка, в какой-то timestamp она была удалена. И, возможно, там тоже есть. Ну, и... Ну, тогда уже можно и про все рассказать. Есть... Вот, о многих таблицах, которые любят ВОСМИ за то, что они не пишутся в вайдах от лог, они не репетируются на другие средства, за что их не любят, а любят их за то, что они обычно раза полтора-два-двадцать-три. У них всякие несертые вставки. Теперь можно сказать, AltarTable7Log. И вот то, что раньше делалось через копии, оно, по сути, внутри, примерно через копии делается. Но делает это полностью валидно-транзакционно, благодаря чему вот вся эта таблица реплеится в VOLLOG, реплеится на все ваши сервера, вы там какими-то сложными способами собрали себе табличку, онлогит, посчитали ее, а потом говорите, что теперь она логит, и она инфицируется на все сервера, на все другие претики, и к ней уже можно нормально обращаться. Долгая достаточно операция, но быстрее чем копия. И это, в принципе, Altar. Он создает новых таблиц, видимо для пользователей. Skip locked. Ну, есть такая штука select for update, select что-нибудь for update, когда вы вытаскиваете какую-нибудь вставочку себе в коде, после чего в коде ее где-то меняете, потом ее апдейтите. можно, ну, это вот, собственно, паральный способ работать с транзакционами с какими-то данными, чтобы они были заблокированы, и никто другой в это время их не мог поменять. Чтобы, когда вам нужно сделать select 10 последних и их обработать, и среди них появляются заблокированные, потому что у вас есть два тренда, можно сказать, просто skip locked, и он возьмет 10 последних незаблокированных строк. И так можно делать, условно, много воркеров, которые отгребают какую-нибудь очередь или еще что-нибудь в этом плане. Нам, я дал. Что еще там интересного? Ну, skill ability. После волшебным образом стало восемь быстрее. Как именно волшебным образом можно почитать чинфологию? А это в каждой версии такой большой список изменений, только 9.5? Ну, на самом деле, 9.4 тоже был достаточно большим релизом, там, jsonb появился, там, еще чего-то было. Там тоже волшебным образом стал быстрее. В общем, практически в каждой последний вес. То есть там, учитывая, что сейчас им плотно занялось очень много людей, список изменений, он становится все интереснее и интереснее. там сейчас пилится параллельный индекс скан, ну, sequential скан. То есть 9.6 в следующем релизе уже будет параллельный sequential скан. Можно будет сказать, вот у меня есть табличка, вот она вот на столько гигабайт, теперь у тебя есть не, читай ее, пожалуйста, не в один поток, а в 100 потоков, или там, сколько у тебя яйца. и он ее поделит на вот кусочки, и каждый кусочек будет sequentialе отсканить своем отдельно, а потом это все будет между... А запрос параллельный сможет? Да. Сам по себе запрос, если ты видишь в плане запроса... Кто смотрит в план запрос? Если ты видишь в плане запроса видишь где-нибудь в секс скан, то ты говоришь, у тебя теперь 5 локеров, и он вот этот секс скан расправляет на 5 частей. И вот то, что у тебя в секс скане, будет расправлелено на 5 частей. Другое, вроде как обещают индекс скан параллельный, вроде как обещают джойны, то есть сейчас джойны нельзя подсунуть под этот секс скан, потом 9.6 вроде как... Ну то есть если собрать тот 9.6, который есть сейчас, который еще не в релизе, там уже есть параллельный секс скан, но еще нету pushdown join. Собственно, pushdown join позволяет делать странные вещи, там есть проект о том, чтобы выносить всякие там сортировки нержа на GPU, у тебя табличка копируется в память GPU, и в GPU там всякие хэш-дроины делает, очень быстро, супер параллельно, но пока у тебя это влезает в память GPU, потом все начинает быть очень больно. Я думаю, с другой стороны, еще на серверах GPU поставь себе запись. Ну, как бы да, GPU под 6 днеков вводятся, а в 6 днеков достаточно много табличек, которые... Нет, так можно и вхват их засунуть, он получится реалентировать. Вхвате считать? Ну, да. Вхват не вводится. Вхват не получится, потому что у них уже каждый слой вставляет оператив, как только потоки с памятником. Ну вот, да. Что? Если поставить 4 GPU-хи, оперативку у них не объединится. А, нет, нет. Даже если ты их воткнешь, все равно каждый процесс ведет только свое. Нет, в сли там все еще хуже, в сли у тебя память берется от одной видюхи, а все остальное цепляется к ней как вычислительное. За счет увеличения видюх, оперативки не увеличу. Никак. Да. Так что... Нет, видюхи не на паре. Нет, ну это придется параллельно 4 GPU-хи. Ну, как бы... Смотри, как бы в самом начале я говорил о том, что у тебя есть... Там появляются возможности фарендата в арка, ты можешь поставить себе 4 сервера... 4 дисктопа, кстати. Будем уже честно. 4 игровых машинки. Теперь их можно называть профессионалами сервера. Ну, я уже там на дисконфе делал доклад, потому что видеокарта уже нужна в разработческих машинах. Вот. Ну, и теперь их можно там тоже как-то... У тебя есть несколько машин, на каждой из них будут лежать по табличке. Каждая табличка будет что-то в нее входить. Но написать join, чтобы он хорошо пошуполез через это все, нужно еще постараться. У нас смешная история была по ВКПу. У нас была дата сайтистов. Их не взяли в убитие, потому что они играли в игры, которые слишком мало нагружают видеопроцессы. Наверное, меня бы вообще не взяли. Что вы играете? Ну, просто опадает. Ой, извините. Вы нам не подходите. Ну, собственно, вот join pushdown infrastructure позволяет, собственно... Они позволяют засунуть... Вот если он видит, что у вас вот эта табличка и вот эта табличка, они лежат на одном оракловом сервере где-то там, оно позволяет вот этот join между вот двумя этими табличками засунуть туда вот в оракл. И вот пускай он там и джойнит. И вытащит только уже, ну, готовый материализованный. Ну, lock spellability. Починили локи. Теперь больше ядер, это будет быстрее. Дальше, там, больше сорока восьми ядер. И все. Ну, оно начало работать медленнее, чем с меньшим количеством. Вот у нас была проблема. Был мега-сервер. Да. Мега-кластер. Да. 48 ядер, что-то там, под терабайт оперативки был. Да. И козликс работает медленнее, чем на двести. Козликс там умер, да. Да. Короче, 9-5 точнее. Теперь ты можешь на свой сервер обратно поставить козликс. Если вы его еще никому не отдали. Ну. Это суперкомпьютерный заказчик, он там остался. Реально. Ну, в общем-то, кажется, все. Так что, есть ли у кого вопросы, можно там задавать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова